Мы с вами уже доказали формулы ПН равняется АН ВН-1 плюс ПН-2 КН равняется АН ВН-1 плюс КН-2 Доказательство было по индукции Выписываем какие-то формулы Можно с континуантом В 1882 году Замечательный российский математик Андрей Андреевич Марков Понял, что есть геометрическая картинка Которая абсолютно проясняет смысл Я сейчас объясню, что такое Слова Маркова И вы поймете, что доказывать здесь В общем, ничего не надо Потому что вот эта формула Гораздо более сильная, чем вот эта Полностью содержит ответ на вопрос Как выглядит последовательность букв ГВ Если вот мы проводим прямую сравнение У равно альфа-х Где альфа число Выраженное в виде такой местной дроби Давайте пока считать, что А нулевое Больше нуля, то есть хотя бы единица Для того, чтобы это понятнее было картинка На самом деле формула, которая, наверное, будет в первом виде И когда а нулевое равно Задача такая Давайте поймем Как выглядит последовательность Когда мы идем к лучам Выходящих из начала координат И каждый раз отмечаем веществе Ну, некоторая проблема Будет Если число альфа-рациональное Тогда в какой-то момент Мы пройдем Через узел И там будет не очень понятно Вертикаль или горизонталь Ну, здесь Давайте говоримся так Что мы просто вот Если число альфа-рациональное Чуть-чуть Тогда приподнимем прямую То есть прибавим Владем не уравнение У равно альфа-х А у равно альфа-х Плюс какое-то Маленькое-маленькое-маленькое число И тогда уже не пройдет Через узел И пересечения Уже будет понятно Какие Понимать проще Для альфа-рационального числа Потому что тогда Нет вот этой проблемы Прохождения через узел И мы сейчас с вами Должны Понять вот эти вот Формулы Марка Сразу скажу Сегодня Десятое июля В 2012-е годы Марков придумал это В 1887 году Почти 140 лет Это не рассказывает Считалось, что это тяжело И я всегда говорила Что вот есть такие Загадочные формулы Маркова Непонятно откуда взявшиеся И всегда вот эти вот формулы Рассказывали В лучшем случае Так называемый алгоритм Затягивания носов Или при индукции Или при помощи Континуанта Но Всегда Все-таки Это казалось Наукой Господа Это абсолютно Легко Вот эти формулы Замечательны тем Что из них сразу Следуют вот эти А эти формулы Отвечают на Очень естественный вопрос Причем отвечают Самым что-нибудь Понятным образом Вот давайте Возбираться Я здесь Непосовал кусочек Эти картинки Вот здесь какая-то прямая Повторяю Пусть на англевой Будет больше нуля Как выглядит Тогда Пересечение Понятно как Сначала Будет Несколько Пересечений С горизонталью И мы даже Точно знаем Сколько Целая Часть альфа Вот эта точка Имеет координаты Один альфа Значит В горизонтальных Прямых Пересекли Оно не больше Поэтому Мы знаем Что Вот это вот Слово Г Г Г В Г Г И так далее Начинается Вот так Дальше Не очень Понятно Что там Идет Какие-то Буквы Г И вот Как Они говорят Но Начальный Кусок Слова Мы точно Знаем Что он Так Более Того В любом Месте Где мы Пересекаемся С вертиками Перед Этой Точкой Пересечения Обязательно Будет Англевое Букв Г В принципе Возможна Ситуация Когда Будет Больше Гуков Г Между прочим Я здесь Рисовал График Руки И он Неправильно Рисован Я сначала Нарисовал Потом Понял Что Ошибся Но Не стал Исправлять Потому Что Здесь Три Гуков Г А Здесь Две Г Почему Так А На самом Деле Наоборот Могло Быть Четыре Гуков Г Но Не могло Быть Две Если Я правильно Провел Кривую В каком-то Месте Было бы Четыре В каком-то Месте Три Но Ничего Скажем За то Что Гранически Получилось Из-за Того Что Криво Провел В любом Случае Перед Буквы В Где Бо Она Была Будет А Нулевой В А Дальше Мы можем Делать Простую Дичь Заменить Г В В В Каждом Месте На Букву В Смотрите Чему Это Соответствует Вместо Прямой У Равно А У У Нас Будет Новая Прямая У Равно А А Минус А Нулевой Х Но Что Такое А Минус А Нулевое Вспоминайте А Минус А Нулевое Это Единица Делить На А А Мы Переходим К Новой Прямой Она Задана Уравнением А А Первая У Равно Х Та же Самая Задача Только Здесь Прямая Шла Скорее Так А Теперь Она Пойдет Скорее Так И Там Это Ровно То же Самое Потому Что А А А Диерго Тоже Есть Диерго Элемент И Мы знаем Что После Замены Слово Выглядит Вот Так Обратите Внимание Опять Непонятно Что Дальше Но Вот Этот Кусок Мы Точно Знаем Но Секундочку А Что Такое Вот Это Самое В Это Вот Это Поэтому У Нас Возникает Вот Такая Штука Г Г В Количество 0 В Г Г В Количество 0 В И Так Дальше Вот Таких Штук А Первая И Дальше Г Я Здесь Не Поленился Вписал Следующий Шаг Вот У нас Следующий Шаг Это Будет Такая Замена И Уже От Альфа Второго Мы Перейдем К Альфа Третьему И Будет Вместо Того Чтобы Писать Раз И Альфа В степени И Будет Вот Такая Форма Господа Это Совсем Все Просто На Самом Деле Надо Понять Вот Этот Первый Шаг Вот Э Одну Замену Потому Что Дальше Вопрос Просто Делаем Одно И Тоже Крутим Крутим Много Раз А Это Легко Это Просто Выделение Целой Части Вот Эти Самые Заметы Мы Просто Закисываем Научным Образом Давайте Каждый Раз Этот Хвостик Который Непонятный Просто Отбросим Чем Каждый Раз У нас Получается Ну Если Восстанавливать Замены У нас Получается Все Дальше И Дальше Кусок Этого Слова Из Букв П В И Поэтому Здесь Конечно Мы Знали Всего Лишь А Ну Левое Плюс Одну Букв Но На Следующем Шаге Мы Знаем Уже Больше И Когда Вот Эти Хвосты Все Отбросим То У нас Получается Такая Возрастающая Последовательность Слов При Этому Каждое Слово Является Началом Следующего Вот Как Она Устроена Смотрите Чтобы С чего Начать Для Раз Ставим Буквы В И Г А Дело Начинается Вот Здесь Пишем Букву К А Нулевой Раз И Потом Пишем Букву В Это Вот Эта Формула Вот Слово Слово Дублевый Ноль Получается Если Отбросить Вот Эт Хвостик А Общий Шаг Вот Такой Общий Шаг Вот И Теперь Смотрите Какой Смысл У Вот Этих Формул Это Просто Подсчет Количества Букв В И Г В Этих Словах Смотрите Что Такое Подходящее Дробь Это Дробь П Н Разберем На Ту Н Какой Точке На Координатной Плоскости Это Соответствует Очень Диск Разберем Плоскости Координатная Плоскости Замечательно Замечательно И Давайте Поймем Что Это Значит Когда Мы Пишем Букву В Мы Пересеклись Вертикально Это Соответствует Сдвигу На Вектор Один Когда Мы Пишем Букву Г Пересеклись Хоризонталью Это Соответствует Сдвигу На Один Верх И Количество Букв Вот Давайте Посмотрим Здесь Одна В Ноль Г Здесь На Брот Одна Г Ноль В Здесь Чего Будет Здесь Будет А Блевое Букв Г И Одна Буква В Так Это же Как раз И есть А нулевое Разделить На Эти Формулы Являются Следствием Из Вот Этой Если Мы Подсчитываем Количество Букв В И Количество Букв Г Обратите Внимание До какой Степени Это Просто До какой Степени Это Абсолютно Очевидно Повторяю Сейчас Июль 2021 Года И Все Время С 1882 По 2021 Математики Это Детям Не Рассказали Считалось Что Это Тяжело Замечательное Ведет Это Педагогика Очень Часто Так Бывает Когда Что-то Чему-то Как-то Пропустили Заметили И В результате Людям Кажется Что-то Очень Сложно Очень Большой Промет Время Я Больше Что Скажу В 1985 Замечательный Математик Тогда Максим Концевич Почти Понял Вот Эту Математику Он Рассмотрел Случай Рационального Числа А И Задал Вопрос На Так Назваемых Равномерных Словах Я Обязательно Это Отдельно Расскажу Но Это Будет Отдельным Видео А Пока Пора Еще Одно Коротенькое Философское Замечание Когда Мы Проводим Прямую Y Равно Альфа То Конечно Она Пересекает Пересекает И Пересекает Горизонтальные И вертикальные Линии Но Ведь Смотрите Можно Ограничиться Единичным Квадратом Если Когда Прямая Дошла До У Равной Единицы Не Пускать Ее Дальше А Отразить То же Самое Дошла До У Равной Нулю Отразить И так Далее Если Угодно Дошли Сюда Можно Дальше Пойти Прямая Параллельная Дальше Потом Опять Отразиться Ну И так Далее И так Далее И так Далее И так Далее Понимаете Последовательность Отражений Вот Если Мы Будем Здесь Писать Буквы В А Здесь Будем Писать Буквы В Это В точности Та Последовательность Если Идти По такому И Каждый Раз Писать Буквы В И Д Напишем В Потом У нас будет Д Потом Опять Будет И так Далее И так Далее В В Квадрате Отражается Отражается От Стен Если В В Таком Вопросе Казалось Мелком Казалось Частным Заложена Огромная Замечательная И очень Красивая Теория Продолжение следует